ГТРК Белгород совместно с РУСФОНДом продолжают помогать тяжело больным детям. В этот раз помощь нужна 11-летней Насте Хандуровой из Шебекина. У девочки диабет первого типа. Из-за падения уровня глюкозы есть риск впасть в кому. Поэтому семье необходима система непрерывного мониторинга глюкозы. Репортаж Ольги Горяйновой. Вот так. Итак, по 10 раз в сутки исколотые пальцы не мешают 11-летней Насте рисовать. Говорит, это занятие отвлекает, позволяет забыть о проблемах со здоровьем. А их у девочки много. Она родилась недоношенной. Затем гидроцефалия. Несколько операций и шунт для удаления лишней жидкости из головы, с которым девочка живёт по сей день. Нам потом был выставлен предварительно ещё диагноз сахарный диабет. И на этом фоне у нас такие проблемы начались. То есть, то сахар у нас повышенный, то сахар у нас слишком низкий. То есть, мы не можем найти норму, компенсировать. Ребёнок не чувствует, как в организме скачет уровень глюкозы. Поэтому измерять его приходится постоянно. Если упустить момент, девочка впадёт в кому. В подобных случаях родители детей диабетиков покупают систему непрерывного мониторинга глюкозы. Она позволяет делать измерения без проколов. В свои юные годы Настя хорошо понимает, это поможет ей начать нормальную жизнь. Потому что каждые два часа колоть пальцы, сахар мерить. Стоит такой аппарат 164 958 рублей. В семье Хандуровых таких денег нет. Мама одна, содержит двух дочерей. Сейчас находится в отпуске по уходу за ребёнком-инвалидом. Помочь Насте может каждый. Нужно просто отправить сообщение со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Ольга Горяйнова, Вячеслав Подзолков, Вести, Белгород.